Присаживайтесь, поприветствуйте кого-то рядом с вами, если вы еще их не поприветствовали. Скажите, так хорошо славить Бога вместе. Аллилуйя, слава Богу! Если вам нет места, вот здесь впереди есть два места, вот здесь тоже впереди два места есть. Сестры, проходите сюда, вот есть впереди. Проходите вперед, не бойтесь, проходите вперед. Вот, проходите, 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 дорогие, впереди есть место. Хотим поприветствовать тех, кто первый раз у нас в церкви. Поднимите руку, помашите, мы хотим сказать добро пожаловать вам, добро пожаловать, будьте благословенны, будьте благословенны. Я был в поездке, я был в Иркутске у мамы, ездил навещал маму. Люблю мою мамулечку, она живет раз в полгода, получается к ней съездить, побыть вместе, помолиться. И это здорово, здорово быть с мамой. Аминь. Потом я был в Ачинске, там церкви 25 лет. Это та церковь, откуда родилось движение, церквей Крыгольный Камень. Удивительная церковь, прославление, поклонение, пророческая культура. Удивительная просто атмосфера. Большая церковь. Ачинск, город 105 тысяч населения, церковь 800 человек. И у меня такое чувство, что это сибирский Вифиль. Слышал, вот такая там атмосфера. Потом я приехал в Красноярск на конференцию, где наших где-то человек 20 со Щелковой, они сейчас до сих пор там. Поэтому тут, видите, вот сегодня у нас посвободнее вроде бы 20 человек в Красноярске. Я встретился с сыном, который приехал с учебы, и вот мы смогли увидеться два дня. Мало, конечно же. Я как родитель, у меня четверо детей, двое старших, они уже вылетели из гнезда. Сын, он учится, улетел учиться. Дочь, ну, закончил учебу, в Москве живет, сейчас вернулась, моя доченька с нами живет, слава Богу. Сердце папина радует. Слава Богу. И так хорошо вернуться домой. Вы не представляете, как хорошо дома. Как хорошо в церкви. Как хорошо здесь просто. Вы не представляете. Хорошо там было, там, но вот здесь лучше. Дома лучше. Дома так хорошо. У меня уже прославление началось, мне уже хорошо, уже ничего не хочется. Ну, слава Богу. Но сегодняшняя наша тема, мы проходим обучение сейчас всей церкви. Тема сегодняшняя – преображение через Божье Слово. Мы поговорим несколько слов о том, о важности Библии в нашей жизни. Зачем Бог дал нам Слово Божье. И потом мы все вместе примем святое причастие. И давайте помолимся, попросим благословения. Отец Небесный, мы просим Тебя, благослови нас сейчас, когда мы будем слушать Твое Слово. Мы просим Тебя, говори нам во имя Иисуса Христа. Аллилуйя Божий, Дух Святой, говори нам, веди нас, направляй нас во имя Иисуса. Аминь. Мы проходим обучение всей церковью. И каждый день мы читаем места Писания. Мы провозглашаем Слово Божье. Мы смотрим отрывки из проповедей. Мы обсуждаем на домашней группе эту тему. Прослушиваем проповедь. А? Да нет, в принципе, сегодня не надо. И прошлое воскресенье у нас тема была «Ценность Божьего присутствия». Владимир проповедовал и слышал такие хорошие отзывы. Из-за того, что я был на этой конференции, все дни Володя Каюс не смог прослушать. Я обязательно прослушаю. Но такие отзывы были просто замечательные. Давайте даем, слава Богу, за Владимира. Аллилуйя. За братьев, за всех нас, что пастора вы можете отпустить, чтобы он учился. Говорят, каков поп, таков приход. Если ваш поп растет, то и вы будете расти. Спасибо, что позволяете мне ездить, учиться. Аллилуйя. И вместе со мной тоже. Мы растем все вместе. Итак, первое, что нам нужно сказать, когда мы говорим о Библии, что цель Библии – привести нас во взаимоотношения с ее автором, с Богом. Библия была написана не дать нам детальное молекулярное описание процессов при сотворении мира. Хотя Библия говорит о том, что Бог сотворил этот мир. Библия подчеркивает факт, что мир сотворен Богом. Но все-таки цель Библии – привести нас ко взаимоотношениям с ее автором и преобразовать нас в его подобие. В Евангелии от Иоанна 5 главе, давайте прочтем в 39 стихе. Слава Богу. Евангелие от Иоанна 5, 39. Иисус говорит здесь иудеям, Он говорит, вы исследуете Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Все Писание от корки до корки, оно говорит об Иисусе Христе и о том… Вся Библия, она разделена на четыре части. Первая часть Библии написывает совершенное Божие творение. Бог создал этот мир, создал землю, демский сад, поместил туда человека, чтобы приходить общаться с человеком в прохладе дня, и чтобы человек демский сад распространял по лицу земли. Аминь, аллалюбия. Это первая часть. Вторая часть Библии, мы видим, как пришло сатанинское обольщение. Дьявол обманул. Обманул Адама и Евы, он оболгал Бога, сказал, Бог нехороший, Бог недобрый, вам кушать не дает. И человек впал в грехопадение. С грехопадением пришла смерть, пришел стыд, пришла ненависть. Уже в следующем поколении дети, родившиеся у Адама и Евы, один из сыновей убил другого. С грехопадением человечество стало… Человечество отдало власть над землей и попало под власть сатаны. Власть над землей была отдана сатане. Это вторая часть Библии. Но уже в Эдемском саду Бог пообещал, что Он пошлет семя жены Иисуса Христа, который умрет за грехи человечества. Иисус Христос, Сын Божий. Бог, совершенный Бог, ставший совершенным человеком. Он пришел на эту землю. И вся Библия, весь Ветхий Завет – это обещание того, что Христос, Спаситель, придет и ожидание Спасителя. Новый Завет – это исполнение того, что люди ждали в Ветхом Завете. Новый Завет – это исполнение. Обещанный Спаситель мира пришел. Новый Завет начинается с древа, с описания, как родился Иисус Христос. Новый Завет – это исполнение того, что было обещано в Ветхом Завете. В Ветхом Завете было больше трех страстов сказано о том, что Он придет. В жизни Иисуса Христа исполнились 300 обетований из Ветхого Завета, пророчеств. В жизни одного человека – Иисуса Христа, Бога-человека. То есть весь Ветхий Завет указывал на грядущего Спасителя. Лишь в день смерти Иисуса Христа исполнилось 29 пророчеств, предсказания о нем из Ветхого Завета. Новый Завет описывает жизнь и служение нашего Господа Иисуса Христа. Как Он жил, служил, умер, воскрес на третий день. Третья часть Библии – это пришествие Иисуса Христа. И четвертая часть Библии – это наше с вами наслаждение. Мы принимаем Иисуса Христа здесь, на земле, своим Господом и Спасителем. И мы призваны теперь Царство Небесное, правление, владычество Бога распространять на земле. То, что мандат, поручение, которое Бог дал в Эдемском саду Адаму и Еве – распространять Эдемский сад по всему лицу земли, теперь Бог переносит это в сферу того, что мы, христиане, мы призваны идти по всему миру, проповедовать Евангелие всему творению и распространять Царство Небесное, правление Иисуса Христа. А что включает правление Иисуса Христа? Праведность, мир и радость. Мы призваны Небесное Царство Небеса принести на землю, в свои семьи, в свои работы. Мы призваны преобразить этот мир. Аминь, Алла-Люя. И Библия говорит как раз нам об этом. Цель Библии – привести нас во взаимоотношение с ее автором. Как мы читаем Библию? Пожалуйста, читайте Библию молитвенно. Перед тем, как открыть ее, говорите простые слова молитвы. Господь, говори мне через слово Твое. Я слушаю. Я слышал историю, я несколько раз говорил ее, но она потрясающая. Мне нужно еще раз ее рассказать. Была одна женщина, она жила в начале 20 века, ее звали Лилия Еманс. Я слышал, как она, я прочитал, как она сказала. Я прихожу в ужас, когда вижу христиан, которые читают Библию немолитвенно. Я когда это услышал, думаю, Боже мой, я в ужас прихожу, когда я вообще не читаю ее. То есть, когда люди просто открывают Библию и начинают читать ее. Мне стала интересна ее история. А ее история была следующая. Она жила в начале 20 века в Америке, она была успешным врачом-хирургом. Кто из вас не слышал эту историю про Лилию Еманс? Ну, половину, расскажу. Молодцы, слава Богу. Она была очень успешным хирургом, проводила операции. Но однажды был тяжелый случай, пациент чуть не умер под ножом. Она переволновалась, перепугалась, потом был неприятный разговор с родственниками. И чтобы сгладить стресс, у нас детей много, аллилуйя, мы рожаем, рожайте дальше, аллилуйя, пусть они, аллилуйя. Скоро мы перейдем наверх, но это мало поможет, конечно, но сейчас делается вентиляция. Мы купили кондиционеры, купили систему вентиляционную, это на миллион рублей оборудование, потому что у нас большой зал. И сейчас идет монтаж полным ходом. Скоро мы поедем туда, будет тише. А здесь вот первый этаж, и цокольные дети будут. Хорошо, есть куда рожать, рожайте. Разрешаю, рожайте. Залетайте во имя Иисуса. Женитесь, выходите замуж, аллилуйя. И вот Лилия Еманс, чтобы расслабиться, после напряженного дня сделал себе укол, укол морфия. Ей стало хорошо, отлегло, стресс был снят. На следующий день ситуация повторилась. Опять стресс, напряжение, она сделал укол морфия. Через несколько месяцев она пристрастилась делать себе укол морфия каждый вечер. И она уже не могла дождаться конца рабочего дня, чтобы сделать этот укол. Она стала делать его раньше. Прошло несколько месяцев, пара лет. Она не могла... Вставая утром, у нее катился пот, липкий пот, ее трясло. Она стала наркоманкой, морфинисткой. Начало 20 века Америка. То есть это наркомания, не новая проблема. В переводе с арабского слово наркотик переводится как колдовство. Врачи говорят, что наркомания не лечится. Правда, она не лечится, потому что корни ее, они не только в физической зависимости, но и в духовной. И она утром вставая, у нее тряслись руки, холодный пот катился. И чтобы она могла работать, она должна была делать себе укол. И она увеличила через два года свою дозу в 20 раз. Сейчас, любому из нас, если ввести такую дозу, мы бы умерли, но человеческий организм очень живуч, чему некоторые из нас живое свидетельство. Да? Чего только в себя мы не кололи, не пихали, не знаю, не кололи. Она потеряла работу, потому что не могла больше оперировать. Обратилась к врачам, коллегам. Сказали, помогите мне. Они сказали, тю, дуреха, ты разве не знала, что это не лечится наркомания? Что ты наделала? Она пыталась лечиться, она потратила все деньги. Поехала на последние деньги, которые она заняла, к врачу-экстрасенсу, который помахал рукой вокруг нее и сказал, ваша болезнь мнимая, вы придумали себе ее, выкиньте из головы, и вы будете свободны. У нее еще сохранилось чувство юмора, она сказала, хорошо, тогда я плачу вам гонорар из мнимого кошелька. Она пошла в гостиницу, ее ситуация была очень плохой. Она потеряла вдвое свой вес. Левая часть ее тела, рука и лицо были парализованы, она не двигалась. Она знала, что умирает. Ее друзья сказали, тебе жить от двух недель максимум до двух месяцев, больше ты не протянешь. Она это знала. Говорит, я пришла в гостиничный номер, и мой взгляд упал, ну, ей уже было где-то около 30 лет, больше за 30. Христианство она отвергла, будучи еще девушкой, молодой, потому что, ну, кто в 20 веке верит в Бога? Ну, это смешно, конечно же. Но в ее номере лежала Библия, и она рассказывает потом, есть ее книга, биография. Говорит, мой взгляд упал на Библию, говорит, и рука протянулась к Библии. Внутри меня я была в полной темноте, я была в жуткой тьме, я умирала, и я знала это. Когда я протянул руку к Библии, открыла ее, где-то в Ветхом Завете, не знаю где, я начала читать. По мере того, как я читала эту книгу, я начала чувствовать, внутри меня начал расти свет. Стала появляться надежда. Обессиленная я уснула. Через какое-то время я проснулась, опять начала читать. Уснула. Проснулась, опять начала читать, проголодалась, поела. Три дня и три ночи я читала Слово Божье. Читала, спала, читала, спала, читала, спала. Через три дня у меня прошел паралич. На третий день я обнаружила, что меня не трясет, нет этой лихорадки. И у меня начала двигаться рука, и меня не тянет делать этот укол. Я продолжила читать Библию, каждый день запоем читала Библию. Через два месяца я была полностью восстановлена, а еще в течение следующих двух месяцев набрала полный вес. И эта женщина, Лилия Еммонс, она удивительная женщина. Она подумала, это со мной что-то не так, ну такое исключение. И как многие любознательные женщины, женщина очень любознательная, слава Богу. Что бы мы без вас делали, слава Богу. Если бы не ваша любознательность, мы бы холостые остались тоже. Ладно, это шутка была вообще. Ну так вот, она решила проверить, это со мной только такое странное происшествие случилось. И она взяла, арендовала дом, куда она надела медицинский персонал, медсестер, с тем, чтобы туда взять безнадежно больных людей, от которых отказались больницы. Врачи сказали, все, вы умираете, их выписывали домой умирать. Она взяла туда безнадежно больных людей. Наряду с лекарствами этим людям давалось Слово Божье. Они сами читали с утра до вечера Библию. Те, кто не мог читать, им читалось Слово Божье. И в этом доме, который она арендовала, люди стали безнадежно больные исцеляться. Не все, но многие. Эффект был невероятным. Так что она назвала это домом исцеления. И открылась сеть таких домов исцеления по всей Америке, где люди исцелялись, просто читая Слово Божье. Аминь, халалли. Давайте воздадим славу Господу. Что с ней произошло? Она говорит, когда я читала Библию, внутри меня зажегся свет. И я поняла, что Иисус Христос, о котором я слышала в детстве, о котором Библия говорит, что Он живой, я пригласила Его в свою жизнь. И говорит, когда меня спрашивают, какое местописание, какой стих из Библии вас исцелил. И она говорит, я не могу сказать, какое местописание меня исцелило. Меня исцелила вся Библия. Почему? Потому что, когда мы читаем Библию, это Слово Божье. Евреям 4.12 сказано, что Слово Божье живо и действенно. Христос сказал, слова, которые я говорю, они есть суть дух и жизнь. Послушайте, вот эта книга является Божьим Словом, данным дыханием Бога, выдохнутым Богом. Вот так вот Бог вдохновил авторов, вот, скажем, автор Исаия, скажем, Володя, сейчас Исаия играет. И Бог вдохновил Духом Святым Володю, и Володя взял и написал, ну Исаия взял и написал книгу Исаия. Он вдохновил своим Духом Святым, вдохнул в него желание, понимание картины, как написать. И эта книга, ее автор Бог. Это Божье Слово. Но это Божье Слово дано через человеков. Как знаете, в Питере есть Зимний дворец. Кто его построил? Помните, архитектор? Расстрели, да. Не расстрелян он, а расстрели. Как его? Варфоломео. Расстрели. Он построил Зимний дворец. Мы говорим, да. Но на самом деле он даже камня не положил, ни одной доски не прибил. Он был автором, он был проектировщиком, он был мозгом. Тот, кто начертил этот проект, но строили люди. Автор Библии. Бог. И дал он ее через людей. И когда мы читаем Слово Божье, Божий Дух, Божье Дыхание, Божья жизнь сходит на нас. И мы оживаем. Это удивительное свойство Библии. Это не мертвая книга, это живая книга, которая Мартин Лютер говорил, когда я читаю Библию, Христос как будто бы оживает, как будто это портрет Иисуса Христа. И когда я читаю Библию, этот Христос оживает, обнимает меня, прижимает к себе и ощущает его любовь. Аллилуйя. Библия – это Слово Божье. И когда мы читаем его, Бог обращается к нам. Мы получаем его жизнь. Мы получаем исцеление. Мы получаем спасение. Аминь. Аллилуйя. Так важно читать Слово Божье. Аллилуйя. Второе. Вы уже сказали об этом. Личные встречи с Богом. У Лилии Еманс произошла личная встреча с Богом. Личные встречи с Богом во время чтения Писания высвобождают веру. Это правда. Когда мы читаем. Знаете, когда мне тяжело. Ну вот, я как-то помню, в Вильнюсе, в библейской школе, у меня не было работы долгое время, несколько месяцев, я нашел работу. И я работал три недели. Вот так вот с утра до вечера, с утра до вечера, с утра до вечера. Некогда было Библию читать, некогда молиться было. И еду в троллейбусе, и вдруг, ба, кругом женщины. Весна. И они все какие-то заголенные. И у меня, думаю, облава какая-то на меня. На молодого парня. Мне 21 год. Тут она идет в мини-юбке. Тут, короче, тут глаза поднимают. Тут реклама. Я думаю, господи, что такое? Откуда они все взялись? И я слышу, как Дух Святой мне говорит, ты давно кушал? Я говорю, в смысле кушал? Сегодня утром. Он говорит, ты давно мое Слово читал? И я понял, что уже три недели я не читал Слово Божье. Я не кормил. Я не питал мой Дух. Когда мы питаем наш Дух, когда мы, читая Библию, мы встречаемся со Христом. Послушайте, у нас в сердце рождается вера. А вера – это духовная сила, которая помогает нам жить свято, жить в чистоте. Мужчинам смотреть на женщин в чистоте, а женщинам тоже. Алла-алю. И на женщин, а на мужчин. Ладно, это наша современность. Когда мы читаем Слово Божье, Бог обращается к нам. Алла-алю. Мы встречаемся с Ним. И когда мне тяжело, знаете, бывают моменты, когда что-то придавило тяжко. Я знаю, мне нужно уединиться. Мне нужно где-то уединиться с Библией, открыть и помолиться, сказать, Господь, пожалуйста, говори мне через Слово Твое. И я медленно, вдумчиво читаю Библию до тех пор, пока не почувствую, как Бог не начнет говорить мне через этих страниц в мое сердце. Я читаю одну главу, ничего не понимаю. Вторую главу, вот этот уставший, третью главу, ничего не понимаешь. На четвертой главе знакомое слово. О, Иисус, надо же. На пятой главе что-то уже начало проясняться. На шестой главе уже думаешь не о чем-то своем, а уже сосредотачиваешься на тексте. На десятой, одиннадцатой главе вдруг ощущаешь, как Дух Божий как будто открыл эту книгу для тебя. И она начинает говорить. Алла-алю. Где-то месяц назад я читал Евангелие от Матфея, двенадцатую главу. Просто читал Матфея, двенадцатая глава, где Иисус в субботу исцеляет человека с сухой рукой. И одиннадцатый стих, я читаю его, Иисус же сказал, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы, и так можно в субботы делать добро? Слушайте, Иисус проводит эту параллель. Я читаю это местописание, это месяц назад, и где Господь говорит про эту овцу. Если есть столько овец в церкви, которые были в церкви, сейчас они в ямы попадали, их нет. Он говорит, есть много волов, которые попадали в ямы, это служители, их нет. И Господь мне говорит, неужели ты не пойдешь, не вытащишь их? Знаете, чем я занимался последний месяц? Я ездил, звонил тем людям, которых в церкви пять-десять лет нет. Просто ездил к ним, может быть, я смогу вытащить вола вот этого. Он был служителем долгое время, сильным, помазанным служителем. Я приезжаю к нему, мы общаемся, разговариваю. Мы десять лет не встречались, и я забыл про него. Просто забыл. У меня суббота, у меня шаббат, я вошел в покой, уверовавший. Господь говорит, неужели в этом покое, в этом субботе, в которой ты живешь, рядом вот овца, вол упали в яму, неужели ты не вытащишь? И к стыду моему, десять лет я не вспоминал про этого человека. Я другому звоню, третьему, мы встретились, помолились. Кто-то из них очень тяжелые времена проходил, жуткие времена. Я все же думаю, Боже мой, не знаю, может быть, я смогу вытащить кого-то из этой ямы. Слово Божье оживает, высвобождает веру в наши сердца. Оно бросает вызов. Второе Тимофею, давайте откроем. Второе Тимофею, третью главу. Тихо стало так. Бог говорит нам через Писание. Это замечательно. А когда Бог говорит нам, мы оживаем. В Матфея 4 главе 4 стихе Иисус сказал, человек жив всяким словом, исходящим из уст Божьих. Мы живы, когда Бог нам говорит. Когда Бог к нам обращается. Второе Тимофею, третья глава, 15 стих. Павел пишет Тимофею, при том же ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя в Иисуса Христа. Смотрите, все Писание Богодухновенно дано дыханием Бога. Бог выдохнул, дал это Писание нам. Когда мы читаем Библию, мы ощущаем Божье дыхание. И Бог вдыхает в нас свою жизнь. Это твоя кислородная маска. Когда тебе плохо, тяжело. Одень ее. Начни читать. Скажи, Господи, говори мне через Твое Слово. Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, как Господь сказал, есть столько овец и валов в ямах, для исправления. Я пришел в церковь в 92-м году, и тогда не было Библии. Я увидел у кого-то Библия Гетца с листьями, сзади там цветные фотографии. Я помолился, говорю, Бог, хочу Библию, Бог, хочу Библию. Знаете, кто-то подарил мне через три дня Библию, вот такую с картинками. Это чудо было. Я такой счастливый был. И однажды был призыв выйти вперед, чтобы за меня помолились. Я вышел со своего места, в зале было еще 7 месяцев. Вышел, за меня помолились, возвращаясь. Библии нет, уперли в церкви. Я оглянулся, нетрудно было понять по одной хитрой рыжей морде, кто это сделал просто. И я такой внутри думаю, что с ним делать просто. У меня все вскипело. Я не стал в тот день разбираться с ним. Еду в автобусе, у меня все, аж это кипит. И помню, выхожу в автобус номер 14, Новоленина. Вечер, голубое небо, солнце садится. Вдалеке облака, далеко-далеко. Далеко-далеко эти облака. И у меня все кипит. Говорю, Господь, что с ним сделать? Что с ним сделать? У меня прям все кипит. Что с ним сделать? И у меня внутри приходит этот стих. Прощайте. Когда стоите в молитве, прощайте. Все, что тогда знал, наверное, из Библии. Там сколько? 2-3 месяца со строки. Прощайте. Я говорю, Бог, что его простить надо, что ли? Дай мне какое-то знамение. И вдруг среди ясного неба, вы не поверите, я метеоролог по образованию. Мое первое образование, я инженер-метеоролог. Вдалеке на горизонте облака. Если даже там, ну как, разряд будет молнией, будет зорница, но звук не дойдет. Вот когда на горизонте полыхают зорницы, вот молнии, но звук не доходит. Называется зорница, но далеко очень. И вдруг вот из тех далеких облаков, не молния, а грохот такой. Я говорю, Господь понял, я прощаю его. Прощайте. Писание полезно для исправления, для наставления в праведности. Сколько раз бывало, вот для наставления в праведности, вы знаете, что когда мы читаем Слово Божие, вот это очень важно. Можно вернуть даже вот эту вторую часть, что когда мы читаем, слушайте, когда мы кушаем, Библия называет Слово Божие хлебом для нас, молоком, молоком и хлебом. И когда мы питаемся Словом Божиим, наш внутренний человек, он получает силу, у нас рождается духовная сила, энергия, которая называется вера. И она дает нам твердость, мужество, аллалюбия, жить праведно, жить жизнеугодной Богу. Книга Иисуса Навина, Бог три раза говорит Иисусу Навину, будь тверд и мужественен, будь тверд и мужественен, тогда ты возьмешь обетованную землю, тогда ты войдешь в обетование. Вот эта твердость и мужество исполнить волю Божию приходит, когда мы вникаем в Слово Божие, размышляем над Ним, позволяем Богу говорить нам. Аминь. Аллалюбия. Тебя я, люблю мой Бог, тебя я. Бог назначил встречу с тобой. Я вспоминаю, как после Второй мировой войны судили одного японского генерала. Он руководил карательными операциями. Он сам казнил людей, расстрелил. Не просто руководил, он сам собственноручно множество людей убивал. Его приговорили к смерти. И несколько католических монахинь попросились, говорят, можем мы с ним побеседуем, в камеру войдем. Охранники сказали, он зверь. Вы что, мы заходим туда на готове несколько мужиков, потому что он вообще безумный, он одержимый человек. Они все равно попросились, ну хорошо, с охраной, пустите нас с охраной к нему. Они зашли с охраной, только они произнесли имя Иисус. Он накинулся на них с кулаками, с матами и выгнал их. Одна из монахинь случайно обронила Библию. Они ушли. Он начал читать, это был Новый Завет, он начал читать его. Через несколько дней охранники заметили перемену в его поведении. Его лицо просветлело, на щеках появились слезы. Он перестал бросаться на людей. И когда его спросили, что с тобой произошло, он говорит, я, он уверовал во Христа, он говорит, я понял, что я, кто я, что я натворил. Я понял, что я заслуживаю наказания, но я знаю того, кто умер за мои грехи, и у меня есть надежда, надежда, что он простит меня. Он обратился ко Христу. Конечно, вот, по-человечески, но, его казнили. Но когда его казнили, у него было светлое лицо, его глаза сияли. Он говорил, я верю, что жертва Иисуса Христа, ее достаточно, я верю, он помилует меня, я уповаю на его милость. Его жизнь была изменена. Вы знаете, Библия, это опасная книга, это динамит. Аналее. Пожалуйста, не оставляйте ее. Любите Библию. Каждый день, для наставления в праведности, 17 стих, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Вы знаете, совершенство в Библии, мы видим, это не идеальность. Совершенство, это готовность ко всякому доброму делу. Когда мы позволяем Писанию исправлять нас, наставлять нас. Аллалюхи. Внутри нас живет Дух Святой. Вы знаете, удивительно то, что Бог дал нам Дух Святой в наше сердце, дал нам новое сердце, плотяное сердце, написал на нашем сердце заповеди свои, дал силу Святого Духа, чтобы мы жили новой жизнью, и также дал нам Писание, чтобы мы наш разум обновляли, наши мысли, наши, вот то, что здесь вот в голове у нас есть, потому что, ну, если мы это не обновим, то, то, что в сердце написано, никогда не выйдет наружу. Бог хочет, чтобы мы обновляли наш разум. Аминь. И мы будем совершенны. Скажи, я буду совершенен. Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Аминь. Аллалюхи. Время нам 10-17. Вера приходит от слышания, от слышания, от Слова Божьего. Аллалюхи. Слава Богу. Следующее. Можно перелистнуть в следующую. Тебя, Личность. Смотрите. Личность, жизнь и искупительность смерти Иисуса Христа центр Библии. Иисус Христос является полным откровением Бога и как Он заботится о нас. Мы читаем Библию через линзы, как бы через очки того, что она написана об Иисусе Христе. Иисус сказал, давайте посмотрим Луки 24 главу 25 стих. После воскресения Иисус, Иисус, простите, является двум ученикам, идущим по дороге в Имаус. Он беседует с ними, но они не узнали Его. Луки 24 глава 25 стих. Луки 24-25. Тогда Иисус сказал им, о несмысленное и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Смотрите, Иисус, начав от Моисея, от первых пяти книг, Моисея, и из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем в Писании. Библия указывает нам на Иисуса Христа. И Библия ведет нас во взаимоотношения. Несколько недель назад мы говорили о том, что чтение Библии, Библия является коробкой, как бы такой подарочной коробкой, в которой лежит откровение о том, какой Бог, каков наш Господь Иисус Христос. И когда мы эту коробку открываем и понимаем, какой Бог, это должно вести нас во взаимоотношения, к вопросам, к диалогу с Иисусом Христом. Если мы просто читаем, но взаимоотношения этой встречи не происходят, тогда мы получаем просто религию, мы получаем информацию, мы получаем доводы для теологических споров, но Библия призвана вести нас во взаимоотношения. Чтобы, прочитав ее, ну, не знаю, Господь, вот, Аллах, Аллея, покажи мне, дай мне молиться за эту овцу, Господь, помоги мне вытащить этого вала, Господь, что я могу сделать, чтобы этот человек, Господь, он снова был в стадии, это овечка, которая упала в яму, Господи, помоги мне. И Господь просто, знаете, недавно у нас есть чаты, в которых мы обсуждаем проповеди воскресные, там бывают жаркие споры, просто обсуждения. И это хорошо, скажите, это хорошо, что можем высказываться, каждый может высказаться, и порой такие высказывания, там, очень интересные, у нас там жарко, там просто очень жарко. Смотрите, Библия говорит, что наше желание, Бог, Писание говорит, утешайся Господом, Салом 36,4, утешайся Господом, и Он исполнит желание твоего сердца, или Он даст тебе желание твоего сердца. Смотрите, вас кто никогда не обижал или нет? Сильно. Бывало такое? У вас бывали потом, когда вы думали об объекте, о том, кто вас обидел, бывало у вас такое, что вы, когда думали о нем, вот думали, много думали о нем, у вас рождались мысли, желание, желание отомстить, и вы прокручивали, как вы это сделаете. Было или нет такое? Вспомните старую жизнь, сейчас этого нет уже, конечно же, нет, нет, вообще, вообще нет абсолютно такого, но когда вы размышляли о том, кто вас обидел, и чем дольше вы размышляли, у вас появляется желание как-то отомстить или проучить, чтобы с ним что-то произошло, согласны? Нечестивое желание. Они как-то селись, появлялись. Слушайте, вот это негативный пример, но если мы думаем о Боге, о его благости, о его любви, размышляем о нем, молимся ему, как вы думаете, желание, которое в этот момент появится в нашем сердце, они от кого будут? Или от дьявола? А? От Бога? Бог даст нам желание, благочестивое желание. Когда мы читаем Библию, она открывает нам природу Бога Отца. И когда мы, это ведет нас в отношение с Ним, и мы поклоняемся, мы поем, я помню, на одной из утренних молитв, я пришел, молился, и мне раз пришла мысль, так, надо днем вот это сделать, этому человеку позвонить. Я взял листочек бумаги, а четвертый галочку поставил, так, надо позвонить этому человеку. И дальше хожу, молюсь, о, халалюй, кирилла ла рамагады, так, надо это сделать. Я раз записал, и дальше молюсь. Через час у меня был листочек, и на нем было где-то 13-14 пунктов, что мне нужно сделать в течение дня. Я говорю, Господь, что это? Он говорит, это тебе маршрутный лист на день. Я говорю, Господь, спасибо тебе, халалюй. И я в течение дня просто, ну, у меня была обычная работа, которую нужно было делать, но вот к этим пунктам я возвращался. Почему? Потому что, когда мы утешаемся Господом, проводим время с Ним, Он дает нам благочестивое желание. Он ведет нас, Он направляет нас. Аминь? Об этом Библия говорит. Халалюй. И последний. Библия – источник непогрешимой истины, авторитет, которым мы судим наш опыт и пророческие откровения. Халалюй. Все, что нам приходит в голову, картины, видения, желания что-то сделать, мы проверяем со Словом Божьим, соответствует ли это Библия или нет. Конечно, не все, ну, ну, к примеру, как-то прошлым летом я у воскресенья встаю и говорю, Бог, Отец, покажи мне, что ты сегодня делаешь вот в церкви? И я вижу картину, я вижу видение, картину. Вот Библия говорит о том, что юноши будут видеть видение. Хорошо, я юноша, в полном расцвете сил. Аллалюя. Я вижу видение, я вижу закатанные рукава у Бога Отца. Как-то я понимаю в этом видении, что это Бог Отец, закатанные рукава. И мне Бог говорит, мне приходит такая мысль, я сегодня занимаюсь церковью. Это было настолько явно, настолько явственно. А скажешь, ну, скажешь, Алексей, а вдруг это не Бог тебе сказал? Ну, а может Бог? Хорошо, надо проверить. Но уже, как сказать, годы прошли, когда что-то я слышал от Бога, и я проверял, это Бог или не Бог. Сейчас я уже знаю, чувства навыкам, приучены к развлечению добра и зла. Я чувствую, я понимаю, это Бог. Ну, не может быть. Я вижу закатанные рукава, Бог говорит, я сегодня занимаюсь церковью. Я прибегаю в церковь, это было летом, на воскресное собрание, я забыл даже проповедь приготовить. Мне интересно, стою здесь, прославление идет, и я спрашиваю, Бог, ну, ну, покажи, первая песня, вторая, третья, я говорю, Бог, ну, что ты делаешь, покажи мне, ты занимаешься церковью. И я вижу, как камера как будто бы отходит, и я вижу, Бог Отец с закатанными рукавами, он с тачкой навоз развозит в саду, навозит навоз, удобряет. Я вижу такую картину, вообще не религиозную, ну, вот такую, ну, картину, ну, скажем, кто скажет, кто чей-то разум оскорбится, Бог с тачкой навоз развозит. Пастор Алексей, ты что, ты ку-ку? Вот тут, чтобы это ку-ку или не ку-ку понять, я, мне тут же приходит Дух Святой, чтобы знать, Бог нам говорит или нет, нам нужно, чтобы Слово Божье было в нашем сердце, чтобы здесь было хранилище Слово Божьего. И мне приходит стих из Евангелия Теяна, где Иисус говорит, «Отец мой виноградарь, отец мой садовник». Вдруг этот стих, о котором я читал 26 лет, в Библии он ожил, я вижу Бога Отца, Бог открыл мои духовные глаза, и что делает Бог Отец? Он ухаживает, садовник, что делает садовник? В носу ковыряется, сидит, он в саду ухаживает за своими деревьями, мы его деревья, и мне приходит, другое место Писания, вдруг приходит любимое нас саждение. Я думаю, так, это где-то в Библии, беру телефон, нахожу в поисковике, это Исаия 5 глава 7 стих, где Бог говорит, «Я взял в Египте лозу, насадил ее, сделал себе виноградник, сад, и Он говорит, мужи Иудины, мое любимое насаждение». Я считаю, другой перевод, там сказано, народ израильский, «Мой любимый сад». И мне Бог говорит, «Церковь щелка, вы мой любимый сад». Представьте, Бог что сегодня делает, Он трудится среди нас, Он любит тебя, удобряет тебя, жуков, жуков снимает, вредителей всяких, которые в кору головного мозга залазят, мысли, у кого есть кора? Там какие-нибудь жуки водились, нет? У меня такие иногда жуки заводятся, я головой так трясу, думаю, боже ты мой, откуда ты такой прилетел-то, жучара? Это моя ответственность, этих жуков убирать, но и Бог тоже говорит, «А о чем ты думаешь сейчас, Алексей?» «Хо-хо-хо-хо-хо, типа Бог не знает». Вот Бог все, все обнажено перед Богом глазами, абсолютно все, Он видит, о чем ты сейчас думаешь. «О, какой я бедный, о, как тяжело, о, как все плохо». Меня однажды обидели мальчика, обидели меня сильно, я так обиделся, меня сильно обидели просто, ой, обидели, прямо обидели, вообще прямо это, вообще прям обидели. Я такой прямо, к Господу плачу. Говорю, Господь, меня так обидели вообще, даже оправдываться не знаю, как будто вот меня взяли, распяли невинного. И в какой-то момент, в какой-то доли секунды, я вот такой, у меня такое чувство, что ну как, я вижу картину, как будто я распят, ну как, да, вот меня обидели, распяли, обвинили в том, что я не делал. И я в сторону взгляд отвожу и вижу Иисуса, умирающего на кресте, окровавленного, и мои глаза с ним встречаются. И я понял, Господи, все, у меня вопросов нет. То, что Ты пережил, то, что Ты прошел, умер за грехи, Тебя уж обидели так, Тебя обвинили в том, что Ты не делал. И Тебя убили за то, что Ты не делал. И Ты всех простил. И я тут такая, вот такой, вот весь такой из себя. Я говорю, Господь, ну вот я прощаю, конечно, я прощаю, Господь, вообще вопросов нет, я прощаю. Аминь. Это наш духовный опыт, и конечно же, этот духовный опыт, он судится Словом Божьим, Писанием. И это соответствует Писанию. Аминь. Аллалюи. Слава Богу. Вы рады сегодня? Аллалюи. Давайте поднимем руки. Аллалюи. Давайте встанем. Аллалюи. Поднимем руки к Нему. Аллалюи. Давайте все вместе скажем, Бог, Отец, я благодарю Тебя за Твое Слово, которое Ты мне дал, чтобы я был совершенным, готовым ко всякому доброму делу. Боже, помоги мне не останавливаться, когда я читаю Твое Слово. Помоги мне общаться с Тобой, спрашивать Тебя, задавать вопросы. Я хочу встречаться с Тобою, когда я читаю Твое Слово. Боже, эти встречи с Тобой, когда Ты оживляешь свое Слово для меня, это производит веру, духовную силу. Это дает не твердость, чтобы исполнять волю Твою. Делать то, что правильно. Я благодарю Тебя за Твое Слово. Спасибо, Иисус, за то, что Ты открыл Бога Отца. Я могу знать, какой Бог читает Твое Слово. Я благодарю Тебя за Твое Слово. Я люблю Тебя, Иисус. Я благословляю Твое имя. Прости меня, Господь, что я пренебрегал Твоим Словом и поэтому часто чувствовал себя слабым, колеблющимся, не знающим, что делать. Прости меня. Я буду кушать. Я буду принимать Твое Слово, которое есть пища для моего внутреннего человека. Аллелуйя. Господь, мы так благодарны Тебе. Папочка, мы любим Тебя, мы славим Тебя. О, Аллелуйя. Спасибо Тебе. Спасибо, Отец Небесный. Аллелуйя. У нас сейчас будет время причастия. Мы еще будем молиться. Перед причастием хочу спросить тех из вас, кто никогда не принимали Иисуса Христа Господом и Спасителем, а вы можете принять Его сегодня в свое сердце. Ваша жизнь изменится. Иисус живой и воскресший. Скоро мы будем праздновать светлое воскресение Христово. Будем, вся страна будет кричать Христос воскресе, воистину воскресе. Он воскрес. Аллелуйя. Уже две тысячи лет. И Он является посредником между нами и Богом. И Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас, чтобы принимать тех людей, которые обращаются к Нему, принимать их в небеса, принимать их Богу Отцу. Как принять Иисуса Христа в молитве? Вы скажете, в какой молитве? В молитве покаяния. Вы скажете, я не знаю ее. Я хочу с вами помолиться этой молитве покаяния. Давайте перед причастием мы поможем тем людям, которые пришли первый раз, или может быть не первый раз, но вы никогда не молились этой молитвой. Давайте мы все вместе поможем им помолиться. Скажите слух слова этой молитвы покаяния. Скажите, Господь Иисус, я верю в Тебя. Я верю, что Ты Сын Божий, что Ты умер на кресте, за меня, за мои грехи. Ты пошел в ад вместо меня, чтобы я не был наказан и не оказался в аду. Иисус Христос, я грешник. Прости мне мои грехи. Омой меня своей кровью. Очисти меня от всех моих грехов. И войди в мое сердце. Будь моим Господом. Будь моим Спасителем. Я отдаю мою жизнь Тебе. Спасибо, Отец Небесный, что прямо сейчас Ты принимаешь меня и делаешь своим ребенком. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. Если вы сегодня приняли Иисуса Христа, мы поздравляем вас. Обязательно скажите об этом кому-нибудь. Скажите, я сегодня вот Иисуса принял. Аминь. Аллилуйя. А если даже не скажете, все равно это будет заметно. Это будет незаметно.